Глубоко уважаемые коллеги, я в своем докладе постараюсь рассказать об исследованиях, которые проводятся в Институте биорганической химии на биологическом факультете Московского государственного университета и в Медицинском университете имени Пирогова под руководством Михаила Петровича Кирпичникова, ну и в сотрудничестве с большим числом сотрудников других научных организаций. Как уже говорили здесь в докладах и Михаил Аркадьевич, и Алексей Юрьевич, в основе оптогенетических подходов лежит использование микробных родопсинов. Это интегральные мембранные белки, которые содержат хромофор-ретиналь и под действием света осуществляют разнообразные функции, которые могут состоять в транспорте положительно заряженных ионов, то есть в данном случае показан протеродопсин, и бактериородопсин тоже вводят из клетки протон, транспорт анионов, то есть в данном случае галородопсин транспортирует хлор в клетку, затем это может быть сенсорная функция, вот сенсорный родопсин в результате освещения взаимодействует с транзюсером и передает на него сигнал, и, наконец, это канальные родопсины, которые являются наиболее распространенным оптогенетическим инструментом, которые создают в ответ на освещение канал и мембранные токи, и в итоге это приводит к фототаксису. В настоящее время известно несколько тысяч микробных родопсинов, которые образуют несколько семейств, и, тем не менее, наиболее изученным из них является бактериородопсин, который исходно был выделен из экстремально-галофильных архей, галобактериум соленарум, уже около 40 лет назад, соответственно, все это время он интенсивно изучается. Этот белок состоит из семи альфа-спиральных сегментов и содержит хромофор-ретиналь в ол-транс-конфигурации. Под действием света ретиналь переходит в 13-циз-изомер, а затем постепенно возвращается в исходное состояние. И при этом происходит транспорт протона из клеток, как я уже говорила, и также образуется промежуточное состояние интермедиата фотоцикла. В результате многочисленных исследований были обнаружены остатки, которые участвуют в транспорте протона. Это прежде всего остаток лизина, с которым связан ретиналь через шифовое основание. Донор протонов для основания шифа это аспартат-96, акцептор аспартат-85 и остатки, которые образуют так называемую протонно-выделяющую группу, это глутаматы 194 и 204. Хотелось бы сказать, что в исследованиях бактериородопсина очень большую роль сыграли российские ученые, и вот в частности Юрий Анатольевич Овчинников, который был директором нашего института до 1988 года, института биорганической химии, который сейчас носит в том числе его имя. Им была установлена, то есть группой ученых под его руководством, была установлена первичная структура бактериородопсина и зрительного родопсина. Ну вот здесь показан фотоцикл бактериородопсина, и ключевым событием в нем является депротонирование шифового основания, то есть это переход протона на акцептор аспартат-85 с образованием так называемого интермедиата-М, который имеет максимум поглощения 410 нанометров, и практически одновременно протон освобождается в внеклеточное пространство с протонно-выделяющей группы. Вторая половина фотоцикла, во второй половине происходит репротонирование шифового основания, то есть протон на него переходит от донора аспартата 96-го, и также происходит поглощение протона из цитоплазмы. Весь этот процесс завершается за несколько миллисекунд. И вот эти все интермедиаты обладают различными максимумом поглощения, что позволяет использовать различные спектроскопические методы для исследования как бактериородопсина, так и других микробных родопсинов, то есть это очень удобно. Ну вот в отделе биоинженерии Института биорганической химии также проводится исследование бактериородопсина. В частности, под руководством Оксаны Некрасовой был разработан очень эффективный способ получения рекомбинантного белка. Он получается путем экспрессии в эшерихе коле, затем происходит очистка его методом металлоафинной хроматографии и ренатурация в присутствии ретиналя. При этом достигается очень высокий выход, больше 100 миллиграмм из литрокультуры. И было проведено исследование полученного рекомбинантного бактериородопсина различными методами. Это были и методы спектроскопии, исследования фотоцикла, цветоадаптации, протонного транспорта. И было установлено, что такой рекомбинантный белок практически во всем совпадает с природным бактериородопсином, за исключением того, что он находится в мономерной форме. А, как известно, природный бактериородопсин представляет собой три мира. Но вот эта работа проводилась в отделе Михаила Аркадьевича Островского. И чем, собственно, так удобна рекомбинантная продукция белка? Прежде всего тем, что можно получать различные мутанты и продолжать исследование, структурно-функциональное исследование белка. Вот с использованием данной системы экспрессии был получен мутантный вариант с заменой тирозина в положении 185 на фенилаланин. Этот остаток тирозина находится близко к хромофору, ретиналю. И было показано, что играет важную роль в процессах светоадаптации и фотоцикле белка. И вот был получен мутантный вариант такой. И проведены исследования. Показано, что максимум поглощения и светоадаптация не отличается. А также были проведены исследования методом фемтосекундной спектроскопии. Но вот данные работы еще продолжаются. Бактериородопсин, в принципе, может быть использован так же, как оптогенетический инструмент, что было показано в работах одного из основоположников оптогенетики Карла Ди Сирота. В его лаборатории была изучена возможность подавления импульсной активности нейронов с помощью бактериородопсина. Но оказалось, что вот тут возникает та же проблема, о которой говорил Алексей Юрьевич, что не очень хорошо происходит локализация белка в клетках. И поэтому необходимо было улучшить как-то эту ситуацию. И здесь были использованы такие нацеливающие мотивы, как ТС — это сигнал мембранной локализации, и ЕР — это сигнал экспорта из аппарата Гольджи. И вот как мы видим, здесь добавление этих сигналов очень улучшило локализацию бактериородопсина в клетках. Этот вариант получил название Е, то есть он подвергся инжинирингу. И в результате этот вариант обеспечивал гиперполяризацию и подавлял импульсную активность в пирамидальных нейронах гиппокампа. Следующий объект, с которым работает в нашем отделе, — это ретинальный белок, который был обнаружен в граммоположительной бактерии Exegobacterium sibiricum, выделенный из вечной мерзлоты. Это вообще микробное сообщество вечной мерзлоты. Очень интересная тоже тема. И тут мы сотрудничаем с лабораторией креологии почв в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения впущено. Вот это животное, можно так сказать, было обнаружено в слоях почвы, которые имели возраст около 3 миллионов лет. И оно является хорошо адаптированным к суровым условиям существования, к пониженным температурам, к недостатку питательных веществ. Поэтому, конечно, эта бактерия очень заинтересовала исследователей и был полностью отсеквенирован ее геном. И вот в этом геноме был обнаружен неожиданно достаточно ген потенциального ретинального белка. Это было неожиданно, потому что до этого момента все известные на тот момент микробные родопсины обнаруживались в бактериях или в археях, так или иначе связанных с какими-то водными средами существования. В основном это были какие-то соленые среды, например, соленые озера, или это может быть море, океан, где протородопсины были обнаружены. А тут почва. Это, конечно, привлекло внимание. Поэтому мы решили заняться исследованием этого белка. Ген был колонирован, тоже экспрессирован в ашерихе Коли. Он очень прекрасно экспрессируется, встраивается в мембрану. И оказалось, что клетки связывают ретиналь. Вот такого прекрасного цвета они становятся. И под действием света происходит выброс протонов из клеток, которые экспрессируют этот белок. При этом происходит закисление среды. То есть мы таким образом установили, что вот этот микробный родопсин, ИСАР мы его назвали, является представителем семейства протон-транспортных родопсинов. Ну вот сравнение его аминокислотной последовательности с известными на тот момент последовательностями ретинальных белков показало, что он относится к семейству протон-транспортных родопсинов, но занимает в нем отдельную ветку. И вот уже такое детальное исследование его последовательности и сравнение с белками, для которых на тот момент была установлена пространственная структура, а именно бактериородопсин и ксантородопсин, показало, что какие-то остатки, связанные с процессом переноса протонов, очень консервативны. Это в частности вот лизин, конечно, который образует основание шифа с хромофором-ретиналем. Это акцептор протонов, который представлен остатком аспартата во всех трех случаях. Но вот в положении, которое соответствует донору протонов, и которое на тот момент во всех известных транспортных родопсинах было представлено остатком с карбоксильной группой, у ЕСАР содержится лизин. И в тот момент это была такая уникальная ситуация. Позднее были обнаружены другие, правда, белки с такими же остатками в положении донора. Но вот это заставило нас продолжить исследование и изучать уже функциональные свойства белка. Первое, что мы сделали, это, конечно, исследовали фотоцикл ЕСАР. Эта работа стала продолжаться в сотрудничестве с кафедрой биофизики, биофак МГУ и университетом Калифорнии в Ирвайне, группой, которую возглавлял Яна Шлани и Сергей Балашов. И мы показали, что фотоцикл ЕСАР очень сильно зависит от детергента, в котором находится белок. В частности, обычно мы его выделяем в неонном детергенте додицилмальтазиде. И в этом детергенте в нейтральных условиях интермедиат М практически не детектируется. А в более липидоподобном детергенте Лайзапиджи при PH7 образуется значительное количество интермедиата М. При повышении PH этот интермедиат образуется во всех средах и образуется он достаточно быстро и быстро распадается, что свидетельствует о том, что в белке есть внутренний донор протонов для шифрового основания. Также мы провели исследование процессов поглощения и выделения протонов с помощью PH-чувствительного красителя пиранина в молекуле ЕСАР и показали, что последовательность событий противоположна тому, что наблюдается в бактериородопсине. В начале фотоцикла происходит поглощение протона. Оно совпадает по времени с распадом интермедиата М, а затем уже происходит выделение протона, которое совпадает с образованием и распадом интермедиата М. И когда были определены временные константы этих процессов, то оказалось, что сначала протон поглощается, а затем он передается на основание шифа. То есть затем происходит репротонирование шифа в основании. То есть ситуация тут противоположна бактериородопсину, у которого вначале протон выделяется, а потом уже поглощается из цитоплазмы. Естественно, возник вопрос, может ли лизин в положении 96, остаток лизина, выполнять функцию донора протонов для основания шифа. И для ответа на этот вопрос были получены мутанты белка по этому остатку. Вот здесь показаны свойства мутанта с заменой на аланин. И обнаружилось, что в этом мутанте количество интермедиата М детектируется гораздо больше. И это связано с тем, что распад этого интермедиата замедлен. И, кроме того, скорость его очень сильно зависит от pH среды. Скорость распада М ниже на два порядка, чем в белке дикого типа. И пропорционально концентрации протона в среде. Из чего можно сделать вывод, что в этом белке протон на основание шифа поступает из среды. То есть донор протонов в нем отсутствует. При добавлении азида, который является мобильным переносчиком протонов через мембрану, скорость репротонирования основания шифа существенно увеличивается в мутанте. А дикий тип добавления азида практически не влияет. Ну и также можно видеть, что средоиндуцированные изменения pH в мутанте, то есть его основная функция, это транспорт протонов, происходят существенно с меньшей интенсивностью, чем в белке дикого типа. Как в клетках, которые экспрессируют ЕСР, так и в протеолипосомах. Соответственно, можно было сделать вывод о том, что остаток лизина облегчает доставку протонов к основанию шифа, то есть выполняет функцию донора протонов сам или в составе, возможно, какой-то группы остатков и молекул воды. Кроме того, интересной особенностью этого белка является наличие водородной связи, тесной между акцептором протонов аспартатом, остатком аспартата-85 и остатком гистидина-57. Но это не уникальная особенность, она свойственна также другим белкам, которые относятся к семейству протеродопсина. И вот наличие такой водородной связи обеспечивает то, что максимум поглощения ЕСР практически не зависит от PH в достаточно широком диапазоне. Это, в свою очередь, означает, что акцептор протонов депротонирован может получить протон от основания шифа, то есть белок находится в рабочем состоянии. А вот если заменить гистидин на другой остаток, в частности, на метионин, который в этом положении обнаруживается у бактерии родопсина, то эта зависимость приобретает совсем другую форму. И уже при PH-5 видно, что максимум поглощения останется существенно выше. То есть акцептор в таком белке протонирован, и он работать не может, выполняет свою функцию. Таким образом, взаимодействие с остатком гистидина понижает PK акцептора аспартата-85. На основании полученных всех результатов была реконструирована схема протонного транспорта, которая осуществляется данным ретинальным белком. И его главное отличие от бактерии родопсина состоит в том, что донором протонов является лизин, который исходно находится в непротонированном состоянии. Соответственно, он вначале должен получить протон из цитоплазмы, а затем уже передать его на основание шифа в момент образования интермедиата М. И, кроме того, последовательность поглощения и выделения протонов также отличается от бактерии родопсина. То есть вначале происходит поглощение протона, а затем его выброс в среду. И это связано с тем, что в данном белке отсутствуют прямые гомологии протон, выделяющие группы бактерии родопсина. Вот здесь тоже приведено сравнение схемы протонного транспорта у ЕСР, бактериодопсина и ксантеродопсина. И мы видим, что в тех белках, в которых донор представлен остатком скорбоксильной группы, которые исходно несут на себе протон, им не нужно для репротонирования шифового основания поглощать протон из среды, они сразу могут осуществить эту донорную функцию. А лизину сначала нужно протон забрать, а потом уже передать его на основании шифа. Ну и кроме того, вот в ЕСР и в ксантеродопсине, которые являются оба представителем семейства протородопсинов, отсутствует протоновыделяющая группа, которая есть у бактерии родопсина. Соответственно, выделение протона происходит в поздней достаточно стадии фотоцикла. Пространственная структура ЕСР была исследована группой ученых под руководством Валентина Горделия. Ими было показано, что эта структура во многом, конечно, похожа на структуру других ретинальных белков, но в общих чертах. То есть это те же самые 7 трансмебранных элементов. Это хромофор вултрансконфигурации, ретиналь. Однако есть и ряд существенных отличий. Это прежде всего то, что донор протонов, остаток лизина, расположен в гидрофобном окружении, но достаточно близко к поверхности белка. Также в неклеточной части находится большое количество молекул воды и также остатков гидрофильных, соединенных водородными связями. То есть фактически вот эта акцепторная пара аспартат-85 и гистидин-57, они вот этими связями, цепочкой молекул воды соединены с поверхностью белка. Достаточно близко к ней находятся. Здесь более подробно показаны эти участки. Вот видны гидрофобные остатки. Здесь видно, что акцептор протонов и гистидин находятся на достаточно близком расстоянии, что позволяет образовываться водородные связи. Ну и вот также это цепь предполагаемого переноса протона к внеклеточной поверхности белка. Хочу так сказать, что в последнее время нами был использован для исследования ESR метод прямой электрометрии. Этот метод был разработан в Институте физико-химической биологии имени Белозерского в Московском университете в свое время под руководством Леля Драчева. И он состоит в том, что протолипосомы, содержащие светочувствительный белок, адсорбируется на поверхности колодиевой мембраны. И по действиям света происходит перенос протона, в том числе через эту мембрану. И в результате генерируется разность потенциалов по обеим сторонам мембраны, которую можно детектировать с помощью электродов в ответ буквально на одну вспышку. И с самого начала этот метод был использован для исследования бактериородопсина. Оказалось, что фотоэлектрический ответ от этого белка включает в себя первую быструю негативную стадию, затем позитивные микросекундные, миллисекундные фазы. Первая соответствует депротонированию шифрового основания и выбросу протона, ну а вторая соответственно депротонированию с сопутствующим процессом. И вот этот метод был нами также использован для исследования ИСАР. Оказалось, что его фотоэлектрический ответ сопоставим по амплитуде с ответом бактериородопсина, но вклад отдельных кинетических компонентов достаточно сильно отличается. В частности, при высоких ПАЖ происходит замедление стадий, которые соответствуют депротонированию основания шифа. И вот когда были рассчитаны временные константы всех этих процессов, то был получен интересный результат, удалось выделить стадию, которую не видно в спектроскопических исследованиях, то есть она не сопровождается изменениями максимум поглощения интермедиата никакого, но зато она сопровождается электрогенезом, то есть перемещением заряда в белке. И она, по-видимому, соответствует протонированию остатка лизина. Теперь хотелось бы перейти к работам, которые проводятся в нашем отделе уже в самое последнее время в тесном сотрудничестве с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, и биологическим факультетом МГУ, работы по использованию микробных родопсинов в оптогенетике. Как здесь уже говорилось неоднократно, поэтому я не буду тут подробно останавливаться, что все эти работы основаны на использовании катионных родопсинов, в данном случае ЧР2, и анионных. Исходно это был голородопсин из натраномоносфараонис, и они обеспечивают, соответственно, дея и гиперполяризацию нейронов. И вот основной задачей нашего проекта является оптогенетическое восстановление функции поврежденной сетчатки в тех случаях, когда происходит гибель фоторецепторов природных в результате каких-либо заболеваний, то мы полагаем, что удастся экспрессировать фоточувствительные белки в ганглиозных клетках. Это будут, соответственно, катионные и анионные канальные родопсины с различными нацеливающими последовательностями для генерации он и офф ответа соответственно. Ну и здесь, как тоже мы предполагаем, большую роль могут сыграть белковые инженеры, потому что одна из основных проблем, которые здесь существуют, это низкая светочувствительность клеток, экспрессирующих канальный родопсин, ЧР2. Она намного ниже, чем светочувствительность природных фоторецепторов. Поэтому, конечно, усилия многих исследователей были направлены на то, чтобы повысить светочувствительность этого белка. И вот, в частности, было показано, что мутации по остаткам, то есть введение двух цистеинов в положениях 132 и 159 приводит к тому, что чувствительность существенно возрастает. И вот такой вариант, мы тоже сконструировали и в группе Алексея Юрьевича, он был протестирован на клетках ХЕК-293. И оказалось, что действительно одинаковая амплитуда ответа может быть получена при использовании света в 5 раз меньше интенсивности, что хорошо. Но при этом наблюдалось замедление кинетики, возвращение к исходному состоянию для данного мутанта, что уже не очень хорошо. То есть, эта работа необходимо продолжать по оптимизации канального радоапсина. Дальше, ну это немножко как бы уже уход в историю, то есть для демонстрации роли белковой инженерии, потому что пока не были открыты анионные канальные радоапсины ACR1 и 2, то появилась тогда идея сделать анионный канальный радоапсин из катионного. По той причине, о которой уже упоминал Михаил Аркадьевич, что галорадоапсин, это, конечно, хорошо, но это помпа, то есть в ответ на освещение она транспортирует только один ион хлора. А канальный радоапсин в данном случае гораздо более эффективен, потому что он открывает канал и хлора заходит в клетку гораздо больше. И вот оказалось, что остаток глутамата в положении 90, который является частью так называемого Central Gate, отвечает за селективность ЧР2, то есть если его заменить на остаток рогенина, то такой лоб становится анионным канальным радоапсином и начинает транспортировать хлор. Его назвали, ну вот в этой работе он был получен, его назвали Slow Chlor C. Там были еще дополнительно введены мутации, которые к хлору отношения не имеют, они обеспечивают лучшую мембранную локализацию и более высокую светочувствительность. И также в группе Алексея Юрьевича мы сконструировали такой мутантный вариант и был исследован этот белок, то есть экспрессия проводилась в культуре нейронов и в мозге инвива, что очень важно, потому что не всегда ответ совпадает в культуре и инвива. И было показано, что пирамидные клетки второго слоя коры головного мозга мыши при освещении, который экспрессирует этот слог Хлор Си, при освещении в них подавляется импульсная активность. Но в том же 2015 году были открыты анеонные канальные родопсины в лаборатории Спудича и здесь тоже очень важную роль сыграли российские ученые Олег Синищоков и Елена Говорунова. И оказалось, что вот эти самые ИСР-1 и ИСР-2 обладают гораздо более высокой светочувствительностью, то есть генерируемые ими токи в ответ на свет той же самой интенсивности в тысячу раз больше. И они полностью подавляют потенциал действия в нейронах, которых экспрессируют, соответственно, тоже при более низкой интенсивности света. Ну вот, с нами поделились этими, каналами, за что большое спасибо Елене Говоруновой. И также эти конструкции были непосредственно, их сравнивали между собой в работах группы Малышева. И оказалось, что ИСР-2 обладает существенными преимуществами по сравнению с лоу Хлор-Си. Во-первых, световой импульс здесь можно давать гораздо более короткий. И, то есть, это важно для работы с сетчаткой, естественно, которая планируется в перспективе. Во-вторых, скорость инактивации ИСР-2 существенно выше, чем у слоу Хлор-Си. То есть, его кинетика гораздо лучше. А также он обеспечивает более негативные значения потенциала реверсии. И, соответственно, селективность его по отношению к Хлору более высокая. То есть, вот эти новые каналы, естественно, обладают большими преимуществами. И в дальнейшем уже все работы переключились полностью на них. Ну, вот заключение я хотел бы сказать, что в нашем отделе соответственно проводится как фундаментальные исследования микробных родопсинов, так и такие вот исследования в направлении прикладных разработок в оптогенетике. Но вот эти фундаментальные работы, они, конечно, создают основу для последующих применений, потому что позволяют изучить механизм действия микробных родопсинов и также разработать пути их модификации для того, чтобы улучшить их свойства. Также нельзя не подчеркнуть значимость работ в области белковой инженерии для получения новых оптогенетических инструментов и поиска новых белков в природных сообществах, поскольку они, вот как показалось в случае каналов ACR, они могут быть гораздо более эффективными средствами. Ну и в заключение я хотела бы поблагодарить большое количество ученых из самых разных институтов в России и за рубежом, которые принимали участие в этой работе. Также я благодарна оргкомитету конференции за приглашение здесь выступить и вам всем спасибо большое за внимание. Лада Евгеньевна, спасибо большое за такой интересный доклад. А теперь вот вопросы, которые возникли, пожалуйста. Ладно, большое спасибо за очень интересный доклад. У меня такой конкретный вопрос. Если сравнивать бактерии радапсин и сибирский радапсин с точки зрения применения как инструмента в оптогенетике, кто лучше? Каким параметрам лучше или хуже? Потому что делают они одно и то же. спасибо за вопрос. Что я могу сказать, что мы, конечно, не пытались использовать сибирский так называемый радапсин в оптогенетических экспериментах. Может быть, стоит это сделать. В любом случае, как уже отмечалось и вами, это общеизвестно, что, конечно, помпы с каналами конкурировать не могут, скорее всего. Возможно, как-то будет что-то придумано, чтобы они тоже могли быть использованы, но, видимо, будущее все-таки закональными радапсинами. Ну и плюс проблемы с локализацией, которые тоже, видимо, неизбежны в данном случае. Так что, я думаю, что они одинаково эффективны, точнее, неэффективны. Пожалуйста, Петр Дмитриевич. Спасибо большое. Очень интересно. Но сначала для прояснения потому что я немножечко запутался. Вы вначале говорили про работа общинникова. Это бактерия радапсина, которая меняет PH. Это PH чувствительный в этой вещи. В оптогенетике используется халорадапсина, который меняет хлор. В озерах, о которых вы говорили, они используют натрий хлора огромной концентрации его, которые есть. А вот сибириорадапсин, он что, я просто продевал, прослушал, он PH меняет? Да, спасибо. Это тоже протонтранспортный радапсин. Протонтранспортный радапсин, это изменять сильно PH внутри клетки. Вообще искусственное это довольно опасное занятие, так что там она очень поддерживается. Конечно, разумеется. для оптогенетики это не очень подходит. Да, безусловно. Спасибо за это. Это первое. А второй, у меня был вопрос к вашим последним мутантам, которые вы говорили по поводу уже анионного радапсина, который вы есть, который делали мутацию, увеличивали, и вы сказали, что там есть катионная проницаемость. Какое соотношение, вы не знаете? Вообще кто-нибудь исследовал? Вы знаете, я скажу, почему очень важно. Потому что если есть катионная проницаемость, то это очень трудно будет вызывать гиперполяризацию. Потому что потенциал реверсии для хлора, он гуляет очень близко возле потенциала покоя. Поэтому если чуть-чуть будет катионная проницаемость, он будет выходить вперед и он будет вызывать деполяризацию вместо гиперполяризации. Да, спасибо. Ну, на этот вопрос Алексей Юрьевич лучше может ответить. Поскольку предположение, потому что действительно были в клетке, в которых этот хлорный канал вызывал генерацию потенциала в действии. Потому что потенциал реверсии настолько близок к порогу, что в некоторых клетках он оказался выше порога из-за вот этой паразитной катионной. Тогда я воспользовавшись микрофоном тоже спрошу. Вот интересно, вот этот вот зверь, который под землей живет, зачем ему, есть ли какие-то идеи, для чего ему адапсин вообще нужен? Ну, это вообще очень интересная тема, которая нас тоже очень сильно волнует. Вот. И все задают этот вопрос. Но дело в том, что если говорить вообще о вечной мерзлоте, то на глубине там, естественно, нет света, там вообще ничего есть, и что там в принципе бактерии делают. Но они там не живут, а скорее они там сохраняются, попадают они туда с верхних слоев почвы, постепенно опускаясь вниз со временем. Что, как я говорила, этому слою почву, из которого выделили экзекобактериум сибирикум около трех миллионов лет. Другой вопрос, что они делают на поверхности почвы, это тоже не очень понятно, и зачем там ретинальный белок этим бактериям. Но вот сейчас на самом деле мы как раз подошли к тому, чтобы исследовать, то есть попытаться понять, в каких условиях он вообще экспрессируется, потому что вот в родной бактерии нам не удавалось засечь синтеза этого родопсина, возможно, это происходит в каких-то специальных условиях. Вот эти работы сейчас мы как раз ведем. Скажите, пожалуйста, а вот кроме как вечной мерзлоте где-нибудь еще эту бактерию обнаружили? То есть в современных, не в слое, который был 3 миллиона лет, которому возраст 3 миллиона лет, а в современных каких-то биосистемах? Да, спасибо. Она достаточно широко распространена, в основном в холодных местообитаниях. Но на поверхности почвы она там, конечно, тоже обнаруживается. Но и во льду есть, то есть родственный вид экзикобактериум, антарктикум, он в Антарктиде во льду был обнаружен и выделен там. То есть единственная их тенденция это пониженная температура, при которой они любят жить. А так довольно распространенный вид бактерий. Но он экспрессирует при этом этот свой фротеродопсин? Вот это мы не знаем. Как я уже говорила, что ген мы обнаружили в геноме, а когда мы выращивали бактерии, то мы не видели белка. Вот сейчас мы пытаемся это понять. Экспрессируют они его или нет и в каких условиях. Возможно при повышении концентрации соли может быть это происходит. То есть про другие протеродопсины есть такие исследования, но вот про эту бактерию нет. Для чего он нужен? Мы только пытаемся понять. Ясно. И еще можно спросить про галородопсин? Если он ведь тоже встречается в экстремальных галлофилах, то есть в археях, которые живут в экстремальных галлофильных с повышенной концентрацией соли. Но если хлора, ионов, хлорид и так много, то зачем им помпа, если по градиенту концентрации хлор и так может проникать снаружи в цитоплазму? Нет, он же через мембрану не может пройти. Для этого достаточно канала, то есть раскрыть канал, и тогда по градиенту хлор сам бы. Для чего тратить энергию? То есть создавать помпу для перекачки хлора, который сам по градиенту мог бы пройти из внешней среды в ноль-то цитоплазму. Для этого достаточно просто открыть канал. Вы знаете, это такой интересный философский вопрос. Дело таких каналов как канальный радопсин у архей нет. Это именно помпы и для протонов, и для хлора. Возможно, важно такой регулируемый транспорт сделать, что это только один ион проходит. Не знаю, не могу ответить точно на ваш вопрос. Коллеги, последний вопрос. Михаил Леонидович. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите об эффективности светочувствительности, вы имеете в виду эффективность переноса или квантовый выход тоже? Потому что не на каждый квант он срабатывает. Нет, если мы говорим о светочувствительности канальных радопсинов в оптогенетике, то мы прежде всего говорим об амплитуде тока, который генерируется в ответ на свет. Вот если у нас одинаковый интенсивный То есть квант вывод не рассматривается? В данном случае нет. Спасибо. Спасибо.